Добрый день! В эфире программа «Перекресток», программа о важных событиях недели. В эфире я, Дилет Бектурсунов. Главное событие года в Казахстане — Экспо-2017. На международной выставке Кыргызстан делает акцент на возобновляемую энергию. О перспективах, ну, в принципе, более или менее понятно. Расскажите о планах и об инвестиционной привлекательности в Кыргызстане, развитии этой отрасли как возобновляемый источник энергии? На самом деле отрасль возобновляемых источников энергии в нашей стране имеет достаточно хороший потенциал в части, особенно гидроресурсов, а конкретнее в части, по части малых ГЭС у нас очень хороший присутствует разработан закон, в котором очень достаточно либерально и достаточно, так скажем, современным образом прописаны преференции. И мало того, что вот в этот закон уже вносится изменение в соответствии с новыми требованиями со стороны Джулурх Кемеша. То есть закон у нас есть привлекательный, в этом плане как бы все хорошо. Единственное, вот мы у нас есть немножко хороший потенциал по части освоения солнечной энергии, и мы как бы так скажем, есть ограниченные ресурсы по части ветровых. Построили мы практически вот, можно сказать, добавлю две ГЭС. Одна ГЭС была построена на деньги проекта ЮИСАИД в 2005 году, на юге небольшая ГЭС, найманская, мощностью 600 кВт, которая то работала, то не работала, насколько я знаю. И вот если говорить о новом строительстве, одна ГЭС, герментинская, которую вот уже упомянул Шокушумкар-Век, в Кеминском районе, мощностью 3 мегаватта, это все, что касается новых ГЭС. И в целом у нас работает по республике 15 малых ГЭС, из которых, значит, основную часть составляет ГЭС Аламединского каскада ОАО Чакангэс и ГЭС Марьям в московском районе. Вот, собственно, и все. Но кроме природных условий, в общем-то, да, основным, скажем так, основной проблемой строительства все-таки является наш низкий тариф, поскольку он за 25 лет не увеличился и сейчас является самым низким среди стран бывшего экс-союза, я не говорю даже СНГ, потому что не все страны входят в СНГ, бывшие страны Союза. Самый низкий тариф – это определяющий как бы фактор, который позволяет либо означать строительство, либо нет. На самом деле, да, есть определенные моменты в части привлекательности тарифов, потому что, с одной стороны, это хорошо для, это привлекательнее для тех, кто использует энергию, это дешевле, за трат меньше, а для тех, кто хочет продавать эту электроэнергию, да, вот этот установленный тариф экономический для промышленных потребителей и для, так скажем, домохозяйств – это достаточно низко, и окупаемость резко возрастает. И поэтому был принят закон ВИЭ, где есть усиляющие льготные коэффициенты, то есть для тех, кто хочет малый ГЭС построить, там государство обязывается выкупать с усиляющим коэффициентом 2,1. Для тех, кто с помощью ветра установил, то коэффициент 2,5, и самые максимальные поставили для тех, кто будет генерировать электроэнергию с помощью солнечных электростанций, там 6 коэффициентов. Здесь мы ведем пояснительные работы, мы говорим, что многие инвесторы спрашивают, будет ли этот тариф держаться на таком уровне, который сегодня он поставлен, нет ли риска, что через 2 года опять будет снижение, а есть ли гарантированный момент, что будет расти на определенный процент. То есть хотят просто-напросто получить, так скажем, контрольные цифры для моделирования своих финансовых расчетов. Но есть эти цифры? Сегодня Министерство экономики дает какие-то прогнозы на ближайшее время о росте тарифов? По части, значит, введение политики именно в сфере энергетики на сегодняшний день эту работу ведет Госкомитет по промышленности энергетики и недропользования. Но мы можем от себя добавить, что формирование тарифа, это очень достаточно часто интересует инвесторов. О какой стоимости речь идет? Такая стоимость, которая сегодня устраивала бы и инвесторов, и потребителей. Я тогда просто расскажу, передам вам слова инвесторов, потенциальных, еще не потенциальных. Они говорят, что, допустим, по сегодняшнему закону, конечная цена для продажи от объекта малого геста будет где-то в пределах 4 сома 70 тыинов. Это государство обязуется его покупать. Для инвесторов говорят, что 4 сома 70 тыинов будет интересно в случае, если льготный период, сегодня составляет 8, хотя бы 10-12 лет. Спрашивается вопрос, почему. Восвобождение от налогов. Нет. Нет, нет, нет. Просто, что государство будет выкупать, что... Гарантированно, да. Гарантированно. Да, гарантированный выкуп. Они говорят, что строительство, допустим, условно малый гест, который с мощностью 3 мегаватт, уходит от 3 до 4 миллионов долларов. Ну, в зависимости от места и так далее. От оборудования. Да, от оборудования. И вот они говорят, что они просто делят на выработанные возможные киловатты, на свои затраты. И получается, что они говорят, мы где-то на 8-9 только год возвращаем свои средства, а потом еще нам бы хотелось бы еще, как бы так, скажем, получить некоторый доход. Конечно, потребитель за сколько будет получать это электричество, выработанное малым гестом? Все дело в том, как я уже сказала, что эта электроэнергия, она садится в общий тариф, так же, как электроэнергия от ЭЦ, от разных источников. Коренчатый потребитель, он как получает ее, вот те тарифы, которые установлены в государстве... Но сегодня какой тариф? То есть для населения сегодня тариф 77 кин до 700 киловатт. То, что касается других источников электроэнергии, в частности, говорится о солнечной энергии. Расскажите, в чем перспективы солнечной энергии? Насколько дешевле или дороже ее вырабатывать, нежели с ГЭС? Солнечная энергия может использоваться для выработки как тепловой энергии, так и электрической энергии. Это нужно понимать. Есть очень много разных видов солнечных установок. Если мы говорим о выработке электроэнергии, опять же, нужно понимать, что по сравнению с ГЭС, ГЭС работает 24 часа в сутки. Фотоэлектрическая станция вырабатывает электричество, пока есть солнце, и если оно есть. К счастью, у нас в республике солнечных не это более чем достаточно. То есть солнечный потенциал, потенциал выработки солнечной электроэнергии у нас очень высокий. Но стоимость таких станций, фотоэлектрических станций, тоже достаточно высокая. И вот при существующих тарифах, мы делали подсчеты, это при коэффициенте к тарифу 6, окупаемость 100-киловаттной станции около 7 лет. Это стоимость 6-кратная? Да, то есть в 6 раз больше правительство платит производителям солнечной электроэнергии, чем оно, допустим, получает от потребителей промышленных. То есть с точки зрения экономической выгоды, она совсем не экономична и не выгодна. Вы знаете, давайте мы начнем чуть подальше. Вот когда мы говорим об экономической выгоде, мы все время почему-то думаем год 2-3-4. Давайте мы подумаем с 2050 года, с 2040 года, когда у нас встанет проблема, а она уже стоит. При нашей выработке 14-15 миллиардов киловатт-часов в год мы все это потребляем. Более того, мы закупаем электроэнергию из Казахстана. Это сейчас. Население будет расти, потребление электроэнергии будет расти. Откуда мы будем брать эту электроэнергию? В 2050 году сколько у нас будет населения, какое у нас будет потребление, и давайте думать, откуда мы его возьмем. Вот столько у нас сейчас есть больших ГЭС, сможем мы построить большие ГЭС еще? Да, нет. Сможем мы построить малый ГЭС? Да, нет. Даст ли нам наша Каракичинская энергостанция, которая планируется, даст ли она нам то, что нужно? Да, нет. Я думаю, вот такой нужно использовать подход, а не насколько они выгодны в ближайшие 10-15 лет. У нас есть перспектива остаться без электричества. Я думаю, никому это не понравится. И еще немножечко у солнечных электростанций есть преимущества по части, так скажем, начала процедуры строительства. Дело в том, что в законе конкретно указано, если, так скажем, для строительства малых ГЭС надо пройти конкурс. Там конкретно указано для гидроэлектростанции, термоэлектростанции надо проходить конкурс. Это в соответствии с законом об электроэнергетике. А солнечные станции можно строить без конкурса. Там будет достаточно решить вопрос земли и получить все необходимые, так скажем, разрешительные документы, проектно-смертную документацию согласовать. Экспертизу. Да, экспертизу. И можно начать строительство. Есть ли компании, люди, которые сейчас заинтересованы в развитии этого бизнеса? Я могу озвучить, что есть одна компания, с которой мы уже, наверное, год работаем, ведем переговоры, даем разъяснение по законодательству. Сейчас уже наступил этап, сейчас они нанимают проектную компанию, которая разрабатывает проектно-смертную документацию. Земельный участок был определен. Где? Это на территории города Балахче. Это просто мы тоже обсуждали с различными кругами и энергетиками, и те, кто за климат отвечает. Они сказали, что пока что самый идеальный город Балахче. Потому что солнечных дней больше из-за того, что ветер работает и всегда раздувает эти облака. Из-за этого относительно больше солнечных дней. Получается, в течение года. Часто, когда вопрос касается развития этой отрасли, люди жалуются и говорят о коррупционных рисках. Есть ли сегодня риски? В последний раз, когда я говорил с одним из специалистов, он пожаловался на то, что в Балахче как раз были инвесторы, которые собирались построить ветровые станции. Но у них попросили, ну как у нас принято называть, шапку, откат. Да, инвесторы свернулись и уехали. Я то, что из своей практики расскажу, мы для этого созданы, чтобы вот такие элементы убрать. Но они есть у нас? Эти элементы? Были, да, были, были известны. То есть это не оглашается, но это были факты, но при этом мы конкретно не сталкивались. И мы вот такие элементы резко на корне убираем, потому что мы сразу выходим на ответственного государственного исполнителя по части земли, выделения, по части руководства. Мы сразу ставим вопрос такой. Такой-то инвестор хочет такой-то, такой-то момент. В соответствии с законом ты имеешь право выделить, трансформировать. Ну сейчас есть, конечно, моратория, но все в рамках закона должно проходить. Но исполнение этих законов, вот здесь вопрос, да, реализация, исполнение, соблюдение норм, это один момент. И второй момент. Поэтому мы имеем 1% сегодня от общего числа вырабатываемой электроэнергии. Ну не только поэтому, да, основной все-таки тариф. Это первый, это первый. Первое, давайте вот проясним, по причине тарифа. Первое, да. Низкие тарифы. Да. Второе, что можете обозначить? Не до конца сформированная нормативная база. Все-таки правила игры, они еще... А давайте конкретизируем, что именно? Хорошо, если мы... Под законом. Да, вот смотри, есть закон, да, он сначала был декларативный, потом туда ввели все-таки для любого строительства. Мы говорим инвесторы, инвесторами, можем быть мы сами, вы, я, да, Шумкар, у вас есть деньги, вы хотите построить там малую ГЭС, биогазовую установку, солнечную, вы хотите знать правила игры. Вы смотрите, что я возьму, возьму за строительство, сколько это будет для меня стоить, и когда мне эти деньги вернутся, и когда я начну получать прибыль, да? Мы смотрим, значит, первое, на тариф. Во-вторых, если мы вкладываем деньги, мы хотим, чтобы у нас... Так, тариф у нас низкий. Да, чтобы продукт у нас покупали. В законодательстве заложена обязательная покупка, я подчеркиваю опять, что для населения, что эти повышенные тарифы оплачивают не население. Это внутри у нас, у производителей покупает, как это сейчас происходит, написано, распредкомпания. В Казахстане это есть расчетный центр, да? Возможно, у нас тоже изменится какая-то ситуация. Кроме того, идет налоговая база. Я считаю, она у нас хорошая. Вот я считаю, я уже работаю 20 лет на ГЭС, да, у нас, ну, налоги невысокие. Надо стимулировать просто каким-то образом, да, завоз оборудования мы сейчас смотрим, как платить НДС или нет на собственность. Там есть некоторые нюансы, да, и так далее. Но вот гарантии, когда мы говорим о коррупции, да, если правила игры не определены, есть возможность ими манипулировать. Вот у нас такая возможность сейчас в основном проявляется в выделении земельных участков. Вот здесь у нас земельный кодекс был принят давно, там есть положение, а малые ГЭС не строились, да. И поэтому иногда даже выделением земель у нас занимаются местные Айлакмуту, местные госадминистрации. Они иногда даже не знают, что в законе, в земельном кодексе написано, да. Хорошо. Вы коснулись Казахстана, и мы тоже в самом начале отметили, что в Казахстане президент, по крайней мере, обещал к 2050 году выйти на 50% электроснабжения с помощью возобновляемых ресурсов. Наверняка вы тоже интересуетесь, что происходит в Казахстане в этом плане. Немножко они идут на шаг вперед. Все-таки наличие расчетного центра, это уже, да, все-таки… Индексация на валютные риски. Да, 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 это уже большая вещь, да, уже понятно кому. Это уже некий рынок, который существует, да, ты уже знаешь с кем, заключение договоров. У нас это пока происходит несколько стихийно, так скажем. Распред компании они покупают у производителей электроэнергии, и все. Здесь часто зависит от того, кто сидит директором распредкомпании, да, вот я буду так или вот так принимать решение. Вот, в принципе… Тарифные политики. Тарифные, поскольку тариф в Казахстане выше, это уже, да, говорит… Привлекательность. Да, это уже привлекательность. Когда мы приводим пример Армении и говорим, что там построили, не всегда это корректное сравнение, потому что в Армении тариф и тогда был, и поддержка фондов, да, до 10 центов. Да, 5 центов. И с нашим одним центом. Если бы у нас было 10 центов, так мы бы и государство не просили, мы бы уже понастроили… Что касается разницы между нами, давайте мы обезначим. Сейчас у нас по законодательству, на данный момент, без внесения изменений, у нас государство гарантирует 8 лет выплачивать вам тариф, умноженный на вот этот коэффициент, для того, чтобы вы окупили свою… Это да, не навсегда. Не навсегда. Что происходит потом, по сейчас, непонятно. Как вы, какой тариф получаете, да? Там написано «индивидуальная защита ежегодная». Индивидуальная, вот будете ходить, челом бить, кому угодно, дайте мне такой тариф. Это сейчас. Что сейчас в Казахстане? У них на 15 лет обозначены тарифы, да? После 15 лет, еще на 10 лет. Чуть ниже, да. Еще на 10 лет, чуть ниже тариф и так далее, да? То есть у них все будущее прописано более-менее четко, да? То есть я вижу в этом внимание со стороны государства к развитию этой отрасли, к поддержке инвесторов, которые уже вложили свои деньги, да? То есть у них ситуация немножечко… Да, они впереди нас на несколько шагов, но это позволяет нам, может быть, учиться у них… Я добавлю, да, вот я недосказал. Дело в том, что вот закон, он, у нас закон хорошо расписан, да? Но исполнение осуществляется под законными актами. Вот здесь у нас как раз-таки есть определенные проблемы. Много проблем. То есть, во-первых, надо было расписать, вот, как уже выше сказали, процедуру получения земли, процедуру подключения, процедуру оплаты, кто будет оплачивать, когда ты можешь заключать договор, то есть когда государство вправе заключать договор о покупке электроэнергии. То есть должны быть четкие правила и внутри для государственных органов, которые тоже реализуют эти подзаконные акты, да? И точно так же для инвесторов, то есть этапы для строительства, ну, объекта ВИИ. И точно, и разъяснение. У нас вот просто вот еще, почему проблема, почему мы не построили за 25 лет, да? У нас за 25 лет сменилось 29 премьер-министров. Это кабинет министров, то есть это смена, да? Это постоянное институциональное изменение в стране. Это частая смена и другие названия министерств, в том числе энергетического органа. Сначала было госагентство по энергетике, потом национальный комитет такой, потом другой, потом министерство энергетики ликвидировали. У нас в энергетике получается сейчас очень много управляющих органов, и как дитя у семи нянек. Я вам скажу, сколько человек занимается именно этой отраслью на всю страну. Три человека. Мы в курсе, мы в курсе. Мы с ними постоянно в контакте. И очень жалко, что они не смогли сегодня посетить нашу программу и поговорить с нами. Завершая программу, о перспективах. Какую можете дать перспективу вы развитию ВИА в Кыргызстане? Если сейчас так пойдет, как сейчас идет, или если что-то поменяется? Что нужно сделать, или как оно будет, если ничего не будет меняться? И то, и другое. Что нужно, мы поговорили. Как оно будет, если ничего не будет меняться? Инвесторы придут и уйдут, и уйдут, разочарованные отсутствием у нас подзаконной базы, невозможностью вернуть средства, вложенные на инвестиции. И в конце концов мы придем к тому, что мы будем в энергетическом кризисе, мы будем вынуждены закупать электроэнергию от Казахстана или других соседей по им выгодной цене. То есть мы окажемся в ситуации энергетической небезопасности. Продолжение следует...